Здесь мы предлагаем небольшую зарисовку на тему причинно-следственная связь. Так уж получается, что умение видеть ее развито у небольшой части любого общества, и так было всегда. Мы не станем рассуждать на тему врожденное это умение или развитое в процессе жизни. Но будем исходить из второго, поскольку надежда на то, что у кого-то включится это умение, заставляет нас писать многое из того, что мы предлагаем нашим читателям. Итак, два события произошли в один день, и оба в зоне действия самого рафинированного русского мира. Причем один из этих случаев произошел на исконной территории, а второй – на оккупированной. Вот с него и начнем. Итак, случай первый. Причина. Украина. Оккупированный Крым. Севастополь. Двое журналистов – Виктор Ядуха и Надежда Исаева – фотографируют свалку строительных отходов, которая образовалась на территории воинской части оккупационных войск. Но так заведенного оккупанта, воинские части и их церкви стали продолжением одно-другого, и уже непонятно, где заканчивается одно и где начинается другое. В общем, они настроились фотографировать свалку, а дальше их впечатление. Процитируем. На территорию части мы не заходили, стояли у храма, с которого прекрасно видна свалка, но как только Надежда достала фотоаппарат, из храма выбежали двое человек в рясах, под которыми был виден камуфляж. Они сказали, что фотографировать это место запрещено. Вызвали военное начальство. В итоге нас сейчас окружили восемь вооруженных человек. Говорят, что вынуждены нас задержать. Ждем приезда то ли полиции, то ли ФСБ. Конец цитаты. Как мы видим, полицейское государство уже полностью оформилось и обрело завершенный вид. Камуфлированные попы или опопевшие военные, базируясь в церкви, охраняют свалку от журналистов. Они думают, что схватили Бога за бороду, и им все позволено. Но думать можно все что угодно, а реальность приведет все в соответствии с собой. В итоге к тебе приходят и предъявляют счет. Хотя ты уже думал, что никто этого сделать не сможет, ибо ты держишь Бога за бороду. Случай номер два. Следствие. Этот случай произошел сегодня в Москве, посреди улицы, где стрелок уложил двоих братьев Акробатиев. Один из которых – начальник Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. То есть это как раз тот самый человек, который на вверенной ему территории распоряжается жизнями людей по своему усмотрению. Если он решит кого-то определить в террористы, то смерть его будет быстрой, а возможно с ним погибнут и родственники, а дом могут расстрелять из гранатометов или крупнокалиберных пулеметов. Ужон-то точно ощущал себя полубогом, вершителем судеб. В самой Ингушетии его считают повинным в гибели множество людей, в частности родственников местных религиозных деятелей, которых записали в террористы. В итоге всего лишь 15 секунд расставили все по своим местам. Парень в красной куртке отстрелялся по борцу с террористами, а потом и по его брату, который попытался вмешаться в события. На этом все. А каждый, кто прочел эти строки, может самостоятельно найти или не найти ту самую причинно-следственную связь, о которой мы сказали в самом начале.